Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое. Дай угадаю, завтра или через пару дней ты хочешь купить себе бэушную камеру? Но, к сожалению, ты не знаешь, как ее проверить. Как ее проверить так, чтобы не попасть на хлам? И это видео именно то, что тебе нужно. Я расскажу, на что в первую очередь стоит обратить внимание при покупке бэушной камеры и как не попасть на хламье. Чтобы информация воспринималась легко и доступно, я разделил ее на 7 пунктов, которые помогут тебе выбрать камеру твоей мечты, бэушную и погнали. Первое. Перед тем, как ехать за камерой и назначать встречу, обязательно прозвони продавцу или лучше спеши с ним, чтобы были доказательства. Расспроси у него о камере буквально все. Сколько на ней пробег, как ей пользовались, что идет в комплектации. Это супер обязательное условие. Я, в общем-то, когда покупал свою бэушную камеру, очень спасся этими вопросами. Когда я позвонил человеку, я спрашиваю, что идет. Он говорит, идет сумка, идет коробка, идет инструкция. Я говорю, а как же USB-провод? Он мне о нем ничего не сказал. А USB-провод это самое главное. С помощью него я могу проверить фотоаппарат в специальной программе. Я могу скидывать фотографии. Но он говорит, его нету. Я говорю, а как так? Он говорит, ну, утерян. И вот тут-то я так поднасторожился чуть-чуть. Но не сильно, потому что у меня этот провод был. Если вы проморгаете этот момент, и, к примеру, у вас тоже не будет провода на месте, когда вы уже встретитесь непосредственно, вы камеру никак не проверите на ноутбуке. Вы не сможете проверить ее пробег и вообще посмотреть, нормально она или нет. Поэтому первое. Созваниваемся с продавцом или списываемся и узнаем комплектацию. Что должно входить в минимальную комплектацию? Это тушка непосредственно, сам фотоаппарат. Потом объектив, крышка на объектив, зарядное устройство, аккумулятор. В принципе, все. Это минимальная комплектация. Плавненько подходим ко второму пункту. Все круто, нас все устраивает, комплектация хорошая. Продавец общительный, мы назначили встречу. И к этой встрече нужно подготовиться и быть во всеоружии. Нам нужен ноутбук. В него мы будем скачивать специальную программу, чтобы проверить фотоаппарат и его пробег. Поэтому эта программа будет по ссылочке в описании. Работает только на моделях Canon. И то на моделях Canon некоторых. Поэтому если у вас Sony, Fuji или что вы там выбираете, вам придется отыскать другую программу. Слава богу, их очень много в интернете. Сейчас вы непосредственно узнали о том, как нужно общаться с продавцом, что нужно у него спрашивать, как назначать сделку и как к этой сделке подготовиться. Далее я сменяю сейчас ракурс, вообще съемку. Практически покажу вам, как в ноутбуке открывать эту программу, как смотреть камеру, как что. Итак, мы приехали за камерой, уже на месте. Вот камера перед нами. Начинаем ее осмотр. Первое, это мы проверяем всю комплектацию. Открываем или коробку, или сумку, или в чем она там будет, в чем продавец привезет. И смотрим комплектацию, что идет. Бумажечки, ага, диски есть. Какая-то гарантийная бумажечка даже, ага. Так, так, вот самое главное, самое главное. Фотоаппарат положили сюда. Далее смотрим комплектацию. Ага, объектив есть, все крышечки, все есть. Рядом кладем. Есть инструкция. Зарядное устройство есть, хорошо. Кабель, самое главное, есть. Отлично. Но это мой кабель, я его положил как пример. Так, коробочка пустая, все хорошо. Далее мы начинаем осмотр камеры. В первую очередь нужно просмотреть объектив. Открываем крышку, главную, где у нас линза. И на свет ее вот так вот смотрим и крутим вот так вот. Есть ли пыль? Если есть пыль, ну там встряхиваем чем-нибудь. Просим салфеточку у продавца. Ага, тут пыли вроде как нету, да, посмотрели. Угу. Крышечку закрываем. Теперь открываем крышку, которая непосредственно будет цепляться за нашу тушку. И делаем те же самые движения, но уже вот на свету, да. И смотрим внимательно под разными углам, есть ли там пыль. Далее открываем эту крышку и просматриваем на свет уже пыль. Делаем все те же движения. Объектив проверили, все устроило. Если слишком много пыли, ни в коем случае не говорим, что ой, ну знаете, это не важно, я его почищу, говорите сразу. Плохо, что много пыли. Далее подбираемся к самой тушке. Пока что не включаем ее, ничего. Просто начинайте осмотр. Как она вообще внешне выглядит. Все кнопочки проверяем, все прокручиваем, чтобы все крутилось без каких-нибудь люфтов, завываний и тому подобное. Пробуйте вот каждую кнопочку переключать. Проверьте абсолютно каждую кнопочку на работоспособность. Экранчик, если у вас откидывается, подкидывайте экранчик. Хей! Если у вас экранчик сенсорный, обязательно потыкайте. И вообще, смотрите на общее состояние камеры. Как в пыли, не в пыли, есть ли царапины, нету царапин. Самое главное, ребят, смотрите, пожалуйста, на болтики. Есть ли болтики слизанные? То есть, видно, что отверткой там кто-то колупался. Это уже очень плохой знак. Советую вам такой фотоаппарат уже не брать. Вот тут болтики смотрим. Внизу болтики смотрим. Так, хорошо, 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 хорошо. Открываем все. Вот все заслончики, все это открываем. Достаем батарею. Смотрим на состояние батареи. Смотрим внутри, есть ли пыль, нету ли пыли. В общем, скрупулезно относимся ко всему. Смотрим вот, как карта памяти у нас тут. Ага, как она вынимается, достается, не достается. Возьмите обязательно с собой карту памяти свою. Потому что у человека может не быть карты памяти в фотоаппарате. И вы, ну, не проверите никак. Все, посмотрели, все хорошо. Следующее, что мы делаем, это отсоединяем объективчик. Эти крышечки обязательно должны быть. Если их нету, это очень большой минус. И соединяем. Если вы это не умеете делать, желательно попросите продавца. В этом ничего стеснительного и зазорного нет. Далее мы включаем наш фотоаппарат. И теперь просто вот, пофотографируйте, посмотрите, поувеличивайте, там, фокус покрутите. Вот это фокус крутить. Вот это увеличивать, как бы, зум. У вас могут быть макрообъективы, которые не увеличивают. Но ничего. В общем, ну, смотрите на работоспособность. А, еще забыл сказать. Выключаем. Приводим объектив в состояние такого заводского, можно сказать. И обязательно опускайте камеру вниз объективом. Если объектив падает, как бы, вы можете его вот так вот опустить вниз объективом. А объектив вот так вот упадет у вас. Это значит, что объектив уже плохой. Да и, наверное, камера уже плохая. Поэтому такое тоже я вам не советую, если объектив вот так вот чик и вывалился. Это плохо. Далее мы с вами проверим зеркалку на битые пиксели. Что это такое? Рассказываю. Мы закрываем линзу заглушкой. Включаем фотоаппарат. И ставим его на авторежим. И просто фотографируем темноту. Желательно со вспышкой. Вот видите, вспышка вскочила у меня вот. Оп, сфотографировали. Теперь заходим в галерею. И вот это вот изображение черное мы увеличиваем. И просматриваем все пылинки. Если экран этого не дает сделать, вы подключаете через USB фотоаппарат к ноутбуку. Открываете в Paint это изображение. И скрупулезно смотрите каждый пиксель, каждый уголок. Кстати, забыл вам рассказать о тушке. Что ее тоже нужно на пыль проверить. Тут у нас есть зеркало. Вот это зеркало. И обязательно смотрим, чтобы оно было чистое. И вообще, чтобы внутренняя, так сказать, полость камеры была без пыли. Если там очень много пыли, наосторожно к этому отнеситесь. И вообще не берите, если там очень много пыли. Значит, человек не ухаживал. И может что-то механически повредиться. Следующее, что мы делаем, это подсоединяем зеркалку к ноутбуку. И открываем специальную программу. Включаем зеркалочку. И вот сюда вот на программочку жмем. Ок. Так у нас ищет камеру. Все, написано выключи камеру. Выключаем камеру. Жмем ок. И смотрим. Нам важен вот этот показатель. Shot count. Количество снимков. Сейчас у меня 4671. Самый офигенный показатель, это до 20000. Если shot count равен меньше 20000, то это вообще супер. Берите, берите. Плюс, если камера внешне хорошо выглядит, если мало пыли, обязательно возьмите ее. Сейчас покажу вам, кстати, как выглядит пыль под увеличением на экране ноутбука. Вот так, ребят, выглядит пыль на фотографиях. То есть полностью черный фон. Могу вам только так показать. А вот так вот выглядит горячий битый пиксель. Видите, как он красненький. Бывают такие вот белые, бывают синие, вроде и зеленые. Такого размера битый пиксель это нормально. То есть под увеличением его не видно даже. Но если битый пиксель уже вот такой какой-нибудь или такая полоска, настоятельно советую вам отказаться от этого варианта, потому что очень плохая матрица, матрица испорчена и замена будет стоить больших денег. Почему важно обратить внимание на битые пиксели? Потому что при съемке и фотографии все вот эти красненькие штучки, зелененькие, они будут отражаться на фотографиях и на видосах. Оно вам не надо. Это опять же под увеличением. Если я увеличение уберу, как не бывало, никакой пыли не видно. Поэтому перед покупкой обязательно просматривайте каждую пылинку. Ну а теперь, ребят, вы полностью вооружены и знаете, как купить себе самую крутую БУ зеркальную камеру. Когда я покупал себе свою зеркальную камеру, я следовал всем этим советам и выбрал мою малышку. Если это видео тебе понравилось, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok